Отвеченная молитва Господа изображают подчиненным Его же собственным законам, как будто действие божественных законов исключает божественную свободу. Подобные учения противоречат свидетельству Библии. Разве Христос и Его апостолы не совершали чудес? И сегодня милосердный Спаситель жив, и с готовностью откликается на молитву веры, как и прежде, когда Он жил на земле. Естественное соседствует со сверхъестественным. Давать нам в ответ на искреннюю молитву то, что без нее мы не получили бы, часть Божьего замысла. Когда мы встречаемся с братьями в церкви, скажите им о необходимости поддерживать постоянное общение с Богом. Скажите им, что если у них найдется время помолиться, у Бога найдутся ответы на их молитвы. Скажите им, что не следует пренебрегать их религиозными обязанностями. Увещевайте братьев молиться. Мы должны искать, если желаем найти. Мы должны просить, если желаем получить. Мы должны стучать, если желаем, чтобы нам открыли двери. Иисус не призывает нас следовать за Ним, чтобы потом бросить нас. Если мы подчиняем свою жизнь служению Ему, мы никогда не попадем в ситуацию, не предусмотренную им заранее. В какой бы ситуации мы ни оказались, у нас есть пастырь, указывающий нам путь. Какие бы ни были наши затруднения, у нас есть надежный советник. Какими бы ни были наши печали и одиночество, какими бы тяжелыми ни были потери родных или близких нам людей, рядом с нами всегда сострадающий друг. Если по своему неведению мы допускаем ошибки, Христос не оставляет нас. Тесная связь с Небом придаст правильный оттенок вашей верности и станет основой вашего успеха. Сознание своей зависимости заставит вас молиться, а чувство долга прилагать усилия. Молитва и труд. Труд и молитва будут делом вашей жизни. Вы должны молиться сознанием того, что успех и слава всецело принадлежат Богу, а трудиться, понимая, что свой долг вы обязаны выполнить во что бы то ни стало. Если вам нужна сила, вы можете иметь ее, она лишь ожидает, когда вы ее востребуете. Только веруйте в Бога, верьте Ему на слово, действуйте с верой, и вы непременно испытаете благословение. В этом вопросе одаренность, логика и красноречие не помогут. Бог принимает и слышит молитву тех, кто имеет смиренное, доверчивое, раскаившееся сердце. С Божьей помощью все препятствия можно преодолеть. Как много людей с незаурядными природными дарованиями и большой ученостью терпели неудачу, оказываясь на ответственном посту, тогда как люди, не имеющие такого интеллектуального развития и живущие в менее благоприятных условиях, добивались чудесных успехов. Весь секрет заключался в том, что первые уповали на себя, а последние вступали в союз с дивным советником, сильным в делах, чтобы осуществить то, что ему угодно. Простые молитвы, вдохновленные Святым Духом, восходят через приоткрытые врата и открывают дверь, о которой Христос сказал, «Я творил, и никто не может затворить». Эти молитвы, соединенные с Фимиамом совершенства Христа, как приятное благоухание, восходят к Отцу, и ответ непременно придет. «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Евангелие от Иоанна, 7 глава, 37 стих. «А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в Нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Евангелие от Иоанна, 4 глава, 14 стих. «Если, невзирая на эти обетования, мы добровольно предпочитаем страдать от недостатка воды жизни, то в этом виноваты мы сами. Если бы мы пришли ко Христу с такой же простотой, с какой дети приходят к своим земным родителям и попросили Его исполнить обещанное, веря, что все получим, мы обязательно обрели бы просимое. Бог не говорит «попросите однажды, и дано будет вам». Он поощряет нас просить неустанно. Будьте настойчивы в молитвах. Неустанные просьбы приводят просящего к более искреннему и глубокому отношению. И его желание обрести что-либо возрастает». Христу сказал Марфе у могилы Лазаря «Если будешь веровать, увидишь славу Божью». Евангелие от Иоанна, 11 глава, 40 стих. Многие же не обладают живой верой. Вот почему они и не видят стольких проявлений силы Божьей. Неверие является причиной их слабости. Они больше верят в свои силы, чем в дела Божьи, совершаемые для них. Они берут все дела в свои руки. Они строят планы и проекты, но мало молятся и проявляют мало настоящего доверия Богу. Они даже думают, что у них есть вера, но их вера только лишь минутное побуждение. Не сознавая своих собственных нужд, не ощущая Божьего желания удовлетворить их, такие люди не проявляют настойчивости и усердия в своих просьбах, обращенных к Богу. Наши молитвы должны быть такими же горячими и упорными, как и просьба друга, испытывавшего нужду и просившего дать ему хлеба в полночь. Чем искреннее и усерднее мы будем просить, тем теснее станет наше духовное единение со Христом. В результате мы будем получать все больше благословений, поскольку наша вера будет возрастать. Наше дело лишь молиться и верить. Бодрствуйте в молитве. Бодрствуйте и сотрудничайте с Богом, Который слышит молитвы. Все время помните, что мы соработники у Бога. Пусть ваши дела и слова согласуются с вашими молитвами. Это испытание докажет, искренна ли ваша вера, или же молитвы ваши были лишь формой. Если вы усвоите уроки, которые посылает Бог, они помогут вам в свое время. Уповайте на Бога. Чаще молитесь и тверже веруйте. Если вы будете доверять, надеяться, верить и крепко держаться за руку безграничной силы, то станете более чем победителями. Истинные работники живут и трудятся верой. Иногда они утомляются и устают, видя, как медленно дело движется вперед, насколько ожесточенная битва ведется между силами добра и зла. Но если они не пожелают уступать или воспротивятся разочарованию, то увидят, как тучи рассеиваются, а обетование, избавление исполняется на их глазах. Сквозь туман, которым сатана охутывает их, они увидят сияние ярких лучей солнца правды. Действуйте с верой, а результаты предоставьте Богу. Молитесь с верой, и тайна его проведения даст вам ответ. Иногда начнет казаться, что вы не в состоянии добиться успеха, но трудитесь и верьте, вкладывая в свой труд веру, надежду и мужество. Сделав все, что в ваших силах, уповайте на Господа, возвещайте о Его верности, и Он исполнит Своё слово. Уповайте и ждите не с тревогой и недовольством, но с непоколебимой верой и доверием. Бог может дать нам силу. Он силен помочь нам. Он может дать благодать и небесную мудрость. Если будешь просить с верой, то получишь, но тебе необходимо бодрствовать в молитве. Твоим девизом должны стать слова «Бодрствуй, молись, трудись». Бог посылает нас трудиться в Его винограднике. Наш долг – делать всё от нас зависящее. Утром сей семя Твоё, и вечером не давай отдыха руке Твоей, потому что ты не знаешь, то или другое будет удачнее. Книга Экклесиаста, 11 глава, 6 стих. У нас слишком мало веры. Мы ограничиваем святого Израилева. Мы должны быть благодарны, что он снисходит до того, что использует нас как своё орудие. На каждую ревностную молитву, возносимую с верой, будет отвечено. Ответ может не быть именно таким, каким мы его ожидаем, но он придёт в то самое время, когда мы будем нуждаться в нём больше всего. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 7 стих. Каждое ревностное прошение о неспослании благодати и силы не останется без ответа. Просите Бога совершить для вас то, что вы не сможете совершить сами для себя. Расскажите Иисусу всё. Откройте тайны вашего сердца, ибо Его око видит сокровенные уголки человеческой души, и Он читает ваши мысли, как открытую книгу. Когда вы просите о неспослании вам какого-либо благословения, верьте, что получите его, и тогда действительно оно будет неспослано вам. Всем сердцем примите его дары, ибо Иисус умер для того, чтобы наделить вас сокровищами небес и ввести в своё царство, в небесный дом, где вы будете общаться со святыми ангелами. Если вы найдёте слова и время для молитвы, Бог найдёт время и слова, чтобы ответить вам. Молитесь с верой, и пусть жизнь ваша непременно согласуется с вашими просьбами, тогда вы обязательно получите просимые благословения. Да не слабеет вера ваша, ибо получаемые благословения пропорциональны проявляемой вере. По вере вашей да будет вам. Евангелие от Матфея, 21 глава, 22 стих. Молитесь, веруйте и радуйтесь. Воспевайте хвалу Богу за то, что Он отвечает на ваши молитвы. Верьте Ему на слово, ибо верен обещавший. Послание к евреям, 10 глава, 23 стих. Бог слышит абсолютно все искренние молитвы. Канал открыт, и поток от Него течёт, оказывая целебное воздействие, восстанавливая жизнь и здоровье, и даруя спасение. Когда человек усердно молится Богу, само это усердие и искренность являются Божьим залогом того, что Он готов ответить на эту молитву, делая несравненно больше того, о чём мы просим и помышляем. Мы должны молиться не только во имя Иисуса, но под вдохновением и водительством Святого Духа. Это объясняет, что значат слова «Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизречёнными». Послание к римлянам, 8 глава, 26 стих. Молитвы должны возноситься с искренней верой. Тогда они достигнут престола благодати. Будьте настойчивы в молитве. Бог не говорит «Помолитесь один раз, и я отвечу вам». Он говорит «Молитесь, будьте неустанны в молитве, и верьте, что уже обрели просимое, и вы получите его, я вам отвечу». Мы можем быть уверены, что при известных условиях Бог слышит молитвы и отвечает на них. Одно из первых условий заключается в том, чтобы мы осознали свою нужду в Его помощи. Он обещал «Ибо я и залью воды на жаждущие и потоки на иссохшем». Книга пророка Исаии, 44 глава, 3 стих. Кто алчит и жаждет праведности, кто всем сердцем стремится к Богу, тот может быть уверен, что насытится. Божье благословение будет получено только тогда, когда сердце открыто для влияния Духа Святого. Крайняя нужда, в которой мы находимся, является самым убедительным и красноречивым свидетельством в нашу пользу. Но мы должны сами обращаться к Господу, чтобы Он мог ответить на наши нужды. Он говорит «Просите, и дано будет вам». Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего. Послание к римлянам, 8 глава, 32 стих. «Если мы вынашиваем зло в нашем сердце, если мы привязаны к какому-нибудь греху, Господь не услышит наши молитвы. Но молитва кающейся сокрушенной души всегда будет услышана и принята. Однако нам никогда не снискать благоволение Божьего собственными заслугами. Только заслуги Иисуса Христа могут спасти нас. Только Его кровь может очистить нас. Но все это не устраняет тех условий, при которых мы можем быть приняты». Вера – еще одно из условий успешной молитвы. «Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Послание к евреям, 11 глава, 6 стих. «Иисус сказал ученикам, «Все, чего не будете просить в молитве, и верьте, что получите, и будет вам». Евангелие от Марка, 11 глава, 24 стих. «Доверяем ли мы Его Слову?» Это заверение Христа не имеет предела. Он верен своему обещанию. Даже если мы не получим просимое сразу, все же должны верить, что Господь слышит нас и ответит на наши молитвы. Мы настолько склонны ошибаться в своих желаниях и бываем так недальновидны, что иногда просим о том, что не принесет нам счастья. Небесный Отец знает это и, отвечая на наши молитвы, посылает нам именно то, что служит к нашему благу. То, чего мы сами пожелали бы от всего сердца, если бы просвещенные свыше могли понять истинное значение всего, с чем встречаемся на нашем пути. Даже тогда, когда нам кажется, что на наши молитвы нет ответа, мы все равно должны полагаться на Божью благодать. Ответ непременно будет дан в свое время. Мы получим благословение, в котором более всего нуждаемся. Однако утверждать, что мы получим ответ именно в такое время и таким образом, как желаем, будет самонадеянностью. Бог бесконечно мудр, чтобы ошиваться и бесконечно благ, чтобы Ему доверять. Даже если не имеете немедленного ответа на ваши молитвы. Полагайтесь на Его твердое обещание. Просите, и дано будет вам. Евангелие от Матфея, 7 глава, 7 стих. Если мы находимся под влиянием своих сомнений и страхов или пытаемся понять и объяснить все, что наш ограниченный разум вместит не в силах, наши трудности лишь возрастут. Но если мы приходим к Богу, сознавая, что мы беспомощны и зависимы, какими являемся в действительности, и со смирением и живой верой открываем наши нужды перед тем, разум которого безграничен, который видит все в своем творении и управляет всем по своей воле и слову, он услышит нашу мольбу и озарит своим светом наши сердца. В искренней молитве мы приходим в соприкосновение с разумом безграничного. В то время мы, может быть, не имеем прямых доказательств, что наш Искупитель с любовью и сочувствием склонился над нами в нежной заботе, хотя мы можем и не чувствовать явного прикосновения. Когда мы просим у Бога милости и благословения, то сами должны быть исполнены духа прощения и любви. Как можно молиться? Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим и не прощать нашим ближним. Если мы ожидаем, что Бог услышит наши молитвы, то должны прощать другим таким же образом и в той же мере, в какой мы сами надеемся быть прощенными. Настойчивость в молитве – важное условие для получения просимого. Мы должны непрестанно молиться для того, чтобы возрастать в вере и духовном опыте. Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Послание Колоссянам, 4 глава, 2 стих. Апостол Павел наставляет «Всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом». Послание к филиппийцам, 4 глава, 6 стих. «А вы, возлюбленные, пишет апостол Иуда, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божьей». Книга Иуды, 20-21 стих. «Если мы лишь отчасти нерешительно, без особого энтузиазма повинуемся Ему, Его обещания для нас никогда не исполнятся». Нам нужно молиться и бодрствовать в молитве, чтобы наши слова не расходились делом. Мы должны показать миру, что в нашем понимании бодрствование в молитве означает молитвенную жизнь перед Богом, дабы Он мог отвечать на наши прошения. «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Молясь, представьте это обетование. У вас есть благословенная возможность приходить к Нему со святым дерзновением. Когда мы искренне просим Его осветить нас своим светом, Он услышит нас и ответит нам. Но мы должны жить в согласии с нашими молитвами. Они бесполезны, если мы живем в противоречии с ними. Неужели все наши молитвенные усилия должны сводиться только к тому, чтобы просить и получать? Неужели всегда мы должны думать только о наших нуждах и никогда не размышлять о получаемых нами благодеяниях? Неужели мы, получая милости от Бога, никогда не будем благодарить Его и прославлять за то, что Он делает для нас? Никто из нас не молится слишком много, но мы чрезмерно сдержаны в благодарственной хвале. Если бы Божья любовь и милость пробуждала в нас больше хвалы и благодарения, наши молитвы были бы гораздо сильнее. Мы бы все более и более изобиловали любовью Божьей и имели бы от Него больше даров, пробуждающих нас славословить Его. Вы, жалующиеся, что Бог не слышит ваших молитв, должны изменить сложившиеся привычки и не только просить о чем-то Бога, но и славить Его. Если вы будете размышлять над Его благостью и милостями, то обнаружите, что Он помнит о ваших нуждах. Молитесь, молитесь усиленно и непрестанно, но не забывайте прославлять Господа. Как податель всякого благословения, Бог заявляет о Своих правах на определенную часть всего, чем мы обладаем. Эта часть предназначена для поддержки проповеди Евангелия. Возвращая Богу часть получаемого от Него, мы проявляем тем самым нашу благодарность за Его дары. Но если мы отказываем Ему в том, что по праву принадлежит Ему, как можем мы требовать от Него благословений? Если мы в земных делах настолько ненадежны, как же можем мы ожидать, что Он доверит нам дела небесные? Может быть, здесь кроется причина того, что многие молитвы наши остаются без ответа. Существуют некоторые условия для исполнения Божьих обетований, и молитва освобождает человека от исполнения его обязанностей. «Если любите Меня, — говорит Христос, — соблюдите Мои заповеди. Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. А кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю Его и явлюсь Ему Сам». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 15-21 стихи. Те, кто возносят к Богу свои просьбы, требуя исполнения Его обетований, но при этом не выполняют определенные условия, оскорбляют Господа. Они произносят имя Христа как авторитет для исполнения обетования, но не делают того, что показывало бы их веру во Христа и любовь к Нему. Молитва и вера очень близки, и их нужно рассматривать вместе. В молитве веры содержится божественная наука. Это наука, которую каждому, стремящемуся достичь успеха в своей жизни, необходимо понять. Христос говорит, «Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Евангелие от Марка, 11 глава, 24 стих. Он поясняет, что просьба должна быть в соответствии с Божьей волей. Нам надо просить то, что Он обещал, а то, что получаем, использовать для исполнения Его воли. Мы можем просить прощения за грех, просить Святого Духа, характер, подобный Христу, мудрости и силы, чтобы выполнить Его работу, просить любой дар, который Он обещал, и верить, что получим, и благодарить Бога за это. Нам не стоит искать видимого свидетельства благословения. Если Бог обещал, то мы можем быть уверены в том, что Он исполнит то, что обещал, и дарованное им проявится, когда мы больше всего будем нуждаться в этом. Мы знаем, что Он слышит нас, если мы просим что-то по воле Его. Наши просьбы не должны быть похожими на команды, но нам нужно ходатайствовать перед Ним о том, что мы хотим получить от Него. У Бога небеса полны благословений для тех, кто сотрудничает с Ним. Все, кто повинуется Ему, могут просить и с уверенностью ожидать исполнения Его обещаний. Однако при этом мы должны обнаруживать твердое, непоколебимое доверие к Богу. Часто Он не спешит отвечать нам, чтобы испытать нашу веру или убедиться в искренности нашего желания. Вознося к Нему просьбу в соответствии с Его Словом, мы должны верить Его обещанию и быть неотступными в своих молениях, проявляя решительность, которую невозможно отвергнуть. Когда исповедующий истину Божью в своей жизни проявляет дух самоотречения, тогда евангельское свидетельство имеет силу. Господь желает слышать наши молитвы об обращении душ. Дети Божьи должны сиять, как светило в мире, тогда неверующие, видя их добрые дела, будут прославлять Небесного Отца. Двухдневное промедление Христа после дошедшего до Него слуха о том, что Лазарь болен, не свидетельствовало о пренебрежении или отвержении с Его стороны. Он намеревался остаться там, где находился, пока Лазарь не умер, чтобы доказать людям свою божественность, не исцелив умирающего человека, а возвратив к жизни человека, уже похороненного. Это должно служить ободрением для нас. Иногда мы искушены думать, что обетование «просите и дано будет вам», «ищите и найдете», «стучите и отворят вам» не исполняется, если ответ не приходит немедленно после высказанной просьбы. У нас есть преимущество просить об особых благословениях и верить, что они будут нам посланы. Но если просимые благословения не бывают сразу же дарованы, мы не должны думать, что наши молитвы не услышаны. Мы получим просимое, даже если ответ задерживается по времени. Осуществляя план искупления, Христос видит в людях достаточно такого, что способно разочаровать его, но он не разочаровывается. По своей милости и любви он продолжает предлагать нам возможности и преимущества. Поэтому мы должны покоиться в Господе и терпеливо ожидать его. Ответ на наши молитвы может не прийти так быстро, как мы того желаем, и он может не быть в точности таким, какой мы просили. Но Господь, который знает, что служит для нашего блага, дарует гораздо больше того, о чем мы просили. Если мы не потеряем веру и не разочаруемся, мы все желаем немедленных и прямых ответов на наши молитвы. И тем самым подвергаем себя искушению податься унынию, когда не получаем ответ сразу или когда он приходит в неожиданной форме. Но Бог слишком мудр и добр, чтобы отвечать на наши молитвы только тогда и только таким образом, когда мы его просим. Он сделает для нас нечто большее и лучшее, чем простое исполнение всех наших желаний. И поскольку мы можем доверять его мудрости, нам не стоит просить его уступить нашей воле, но необходимо понять его намерения и осуществить их. Нужно, чтобы наши желания и интересы растворились в его воле. Подобные жизненные опыты, посредством которых испытывается наша вера, служат для нашей пользы. Подобные жизненные опыты, посредством которых испытывается наша вера, служат для нашей пользы. Благодаря им и становится ясно, искренно и истинно ли наша вера, полагаемся ли мы на Слово Божье, или наша вера, будучи зависимой от обстоятельств, неопределенно и изменчива. Вера укрепляется, если ее проявлять в практической жизни. Пусть посредством терпения совершенствуется наш характер. При этом следует помнить, что в Писании есть драгоценное обетование для тех, кто ожидает решения от Бога. Я видела, что Божьи слуги и церковь слишком легко разочаровывались. Они просили Небесного Отца о том, что казалось им было необходимо. Но поскольку они сразу не получали просимое, их вера колебалась. Их мужество ослабевало, и ими овладевал ропот. Я видела, что это не угодно Богу. На молитвы каждого святого, который приходит к Богу с искренним сердцем, с верой, и высылает к Нему свои искренние прошения, будет отвечено. Они не должны разочаровываться в Божьих обетованиях, если не получают немедленного ответа на свои молитвы. Не бойтесь довериться Богу. Положитесь на Его верное обетование. Просите и получите. Бог слишком мудр, чтобы ошибаться, и слишком благ, чтобы удерживать благословение от Его святых, живущих праведно. Человек заблуждается, и хотя его прошения исходят из искреннего сердца, Он не всегда просит то, что является для Него благом и что прославит Бога. В этом случае наш мудрый добрый Отец слышит наши молитвы и отвечает иногда сразу, посылая нам именно то, что служит для нашего блага и для Его славы. Если бы дети Божьи видели Его намерения, то они знали бы, что Он дает им как раз то, в чем они нуждаются больше всего. Хотя они могут не получить в точности ожидаемого или просимого, тем не менее, на их молитвы отвечено. Им не дается ничего, что причиняет боль, лишь посылается благословение, в котором они более всего нуждаются, вместо просимого ими, поскольку это не послужило бы для их блага, но только во вред. Я видела, что если мы не видим немедленного ответа на наши молитвы, нам нужно твердо верить и не допускать сомнения, ибо оно разделит нас с Богом. Если наша вера будет колебаться, мы ничего от Него не получим. Наше доверие Богу должно быть твердым, и тогда благословение сойдет на нас, подобно орошающему дождю, когда мы будем нуждаться в нем больше всего. Когда слуги Божьи молятся о Духе и благословении, иногда ответ приходит немедленно, но это бывает не всегда. В таких случаях не падайте духом. Пусть вера ваша держится за обетование, которое исполнится. Доверьтесь полностью Богу, и часто благословение придет именно тогда, когда вы будете нуждаться в нем больше всего. Вы неожиданно получите помощь от Бога, когда будете делиться истинно с ней верующими и сможете говорить слово с силой. Мне было показано, что эту ситуацию можно сравнить с отношением детей, которые просят благословения у земных родителей, любящих их. Они просят того, что с точки зрения родителей причинит им вред. Родитель же дает им то, что послужит к их благу и здоровью, а не то, что хотят дети. Я видела, что каждая молитва, возносимая с верой от чистого сердца, будет услышана Богом, и на нее будет отвечена. Опросивший получит благословение, в котором будет нуждаться больше всего, и часто это благословение превосходит его ожидания. Ни одна молитва праведной души не затеряется, если будет возноситься с верой из искреннего сердца. Если вы не получаете моментального ответа на свою молитву, не уставайте ждать и будьте постоянны в своем ожидании. Не допускайте никаких колебаний, но держитесь за обетование, верен призывающий вас, который и сотворит сие. Первое послание к Фессалоникийцам, 5 глава, 24 стих. Подобно несчастной вдове, настойчиво просите о своей нужде, оставайтесь твердым и непоколебимым в своем намерении. Является ли эта цель для вас важной и многозначительной? Конечно, да. Поэтому не колебайтесь, ибо ваша вера может быть испытана. Если вы стремитесь к чему-то ценному, то стоит прилагать самые энергичные и серьезные усилия. Вам дано обетование, поэтому бодрствуйте и молитесь. Будьте стойки, и на молитву будет дан ответ, ведь разве не Бог обещал вам помощь? Если этот дар будет вам чего-то стоить, вы, получив его, еще больше будете его ценить. Вам ясно сказано, если вы усомнитесь, то не надейтесь получить что-либо от Господа. Писание предостерегает вас, чтобы вы не ослабевали в своем ожидании, но твердо полагались на обетование. Если вы будете просить, он даст вам щедро и не укорит вас за то. Просить и получите. Заверение ясно, неограничено, ибо верен обещавший. Иногда мы терпим неудачу в вере, потому что безграничная мудрость не принимает наших условий. Когда по какой-то причине мы не получаем сразу именно то, о чем просим, мы должны продолжать верить, что Господь слышит и что Он даст нам то, что больше всего послужит нашему благу. Иногда ради своей славы Он не дает то, о чем мы просим и отвечает на наши молитвы так, как мы того не ожидаем. Но мы должны цепляться за обетование, ибо ответ придет, и мы получим благословение, которым нуждаемся больше всего. Просите смирения, мудрости, мужества, просите Бога умножить вашу веру. На каждую искреннюю молитву будет дан ответ, но не обязательно по вашему желанию и не обязательно в то время, когда вы ожидаете. Ответ может прийти после, но это будет как раз в то время, когда наилучшим образом будут удовлетворены ваши нужды. На ваши молитвы, которые вы возносите к небу, чувствуя себя одинокими, разбитыми или переживая искушения, Бог отвечает не всегда так, как бы вам хотелось, но всегда так, как это наилучшим образом служит вашему благу. В то время, как в горе своем ты молился о мире во Христе, темная туча окутывала твое сознание, и, несмотря на твои ожидания, мир и покой не наступали. Временами казалось, что твоя вера подвергается крайнему испытанию. Ты оглядывался назад, на свою прошлую жизнь, и видел горе и разочарование. Ты вглядывался в будущее и там находил неуверенность. Десница Божья чудесно вела тебя ко Кресту Господню и научила тебя, что Бог обильно благословляет тех, кто старательно ищет Его. Праведно просящие получат то, о чем просят. Ищущие в вере найдут то, что ищут. Опыт, полученный в горниле испытаний и несчастий, стоит больше, чем все неудобства и страдания, выпадающие при этом на долю человека. На молитвы, которые ты возносил в своем одиночестве, усталости и испытаниях, Бог отвечал не всегда так, как ты того ожидал, но Он делал все для твоего блага. У тебя не было таких же ясных и правильных представлений, как у твоих собратьев, и ты не видел себя в истинном свете. Но Бог в своем провидении всегда готов был отвечать на молитвы, которые ты возносил к нему в своей печали, дабы спасти тебя и прославить свое имя. В своем неведении ты просил о том, что не пошло бы тебе во благо. Бог услышал твои искренние молитвы, но его благословения сильно отличались от того, что ты ожидал. Божье провидение полагает, что тебе надо стать ближе к его церкви. Надо меньше доверять себе, а больше тем, кому он поручил свою работу. Бог слышит каждую искреннюю молитву. На протяжении всей своей семейной жизни Захария молился о сыне. Он и его жена состарились, однако на их молитву отвечено не было, но Захария не роптал. Бог не забыл. Он назначил свое время для ответа на молитву. И когда обстоятельства казались безнадежными, Захария получил ответ. Бог не всегда отвечает на наши молитвы сразу после того, как мы воззвали к Нему. Если бы Он делал это, то мы считали бы само собой разумеющимся получать все благословения и милости, неспосылаемые им. Вместо того, чтобы исследовать наши сердца с целью обнаружить, нет ли какого зла или греха, лелеемого нами, мы стали бы беспечными и не сознавали бы нашей зависимости от Него и нашей нужды в Его помощи. В Писании содержатся драгоценные обетования для тех, кто уповает на Господа. Мы все желаем немедленного ответа на наши молитвы и склонны разочаровываться, если на них не бывает отвечено сразу. Теперь из собственного опыта я понимаю, что это большая ошибка. промедление служит для нашего особого блага. У нас есть возможность видеть, подлинно ли, искренно ли наша вера или изменчиво, подобно морским волнам. Мы должны привязать себя к алтарю сильными узами веры и любви. И пусть терпение сделает свое совершенное действие. Вера укрепляется благодаря испытаниям. Это ожидание не означает, что поскольку мы просим у Господа исцеления, нам ничего не следует делать. Напротив, мы должны постараться максимально использовать средства, которые Господь в Его благости предусмотрел для нас. Иногда ответы на наши молитвы следуют немедленно. Иногда мы должны терпеливо ждать и продолжать ревностно молиться о наших нуждах. Притча о настойчивом просителе хлеба дана нам в пример. Кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь. Евангелие от Луки 11 глава 5 стих. Этот урок означает больше, чем можно себе представить. Мы должны продолжать просить, даже если не видим ясного ответа на наши молитвы. И я скажу вам, просите и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам, ибо всякий просящий получает и ищущий находит и стучащему отворят. Евангелие от Луки 11 глава 9-10 стихи. Нам нужна благодать, нам нужно божественное просвещение, чтобы посредством Святого Духа знать, как просить то, в чем мы нуждаемся. Если наши прошения представлены Господом, на них будет отвечено. Бог, благословивший царедворца из Капернаума, хочет также благословить и нас. Но подобно этому страдающему отцу, мы часто ищем Иисуса для того лишь, чтобы получить от Него земные блага, и доверяемся Его любви лишь настолько, насколько Он исполняет наши просьбы. Спаситель же хочет, чтобы мы осознавали, как испорчены наши сердца, и как остро мы нуждаемся в Его благодати. Он хочет освободить нас от эгоизма, который порой побуждает искать Его. Признав свою полную беспомощность и крайнюю нужду, мы должны полностью довериться Его любви. Царедворец хотел сначала увидеть, что Его просьба исполнена, а потом уже уверовать. Но Он должен был прежде принять слова Иисуса, а потом уже Его просьба была услышана и дарована благословение. И это нас тоже учит многому. Мы должны верить Спасителю не потому, что видим и чувствуем, что Он слышит нас. Мы должны доверять Его обетованиям. И когда мы приходим к Нему с верой, каждая наша просьба достигает Господа. Прося у Него благословения, мы должны верить, что получаем Его, и благодарить Бога за то, что уже получили Его. Мы должны исполнять свой повседневный долг, убежденные в том, что нам дастся благословение, когда будем в Нем более всего нуждаться. И когда мы научимся так поступать, то увидим, что Бог отвечает на все наши молитвы. Господь сможет сделать для нас несравненно больше всего, чего мы просим. По богатству славы и подействуем державной силой Его. Послание к Ефесянам, 3 глава, 20-16 стихи и 1 глава, 19 стих. В своей чуткой заботе и любви к нам тот, кто понимает нас лучше, чем мы сами понимаем себя, часто не позволяет нам эгоистично стремиться к удовлетворению наших честолюбивых замыслов. Он не позволяет нам проходить мимо обыденных, но священных обязанностей, возложенных на нас. Часто выполнение именно этих обязанностей необходимо, чтобы подготовить нас для более серьезного дела. Часто наши планы терпят крах именно для того, чтобы Божьи планы в отношении нас могли успешно осуществиться. Бог никогда не требует от нас то, что действительно можно было бы назвать жертвой. Он просит нас уступить ему многое, но послушавшись его, мы лишь отказываемся от вещей, препятствующих нам на пути к небу. Даже призванные оставить то, что само по себе благо, мы можем быть уверены, что Бог таким образом сотворит для нас что-то еще лучшее. В будущей жизни тайны, которые здесь досаждали нам и огорчали нас, раскроются. Мы увидим, что наши, казалось бы, неуслышанные молитвы и неоправдавшиеся надежды обернулись для нас самыми лучшими благословениями. На любую обязанность, какой бы скромной она ни была, мы должны смотреть, как на священную, потому что она часть нашего служения Богу. В ежедневной молитве нам следует повторять «Господи, помоги мне делать все наилучшим образом, дай мне силы и мужество, помоги мне воплотить в моем служении ту любовь, с которой совершал свое служение Спаситель». Когда мы приходим к Нему, нам следует молиться, чтобы мы могли познать Его намерения и исполняли их, чтобы наши желания и интересы растворились в Его воле. Нам следует признавать в молитве Его волю, а не просить о том, чтобы Он уступил нашим желаниям. Для нас же полезнее, если Бог не будет отвечать на наши молитвы тогда, когда нам хочется и так, как мы этого желаем. Он в свое время сделает для нас намного больше и лучше, чем если будет только лишь исполнять все наши желания, ибо вся наша мудрость — это безумие. Многое может сделать усиленная пламенная молитва, исходящая из глубины искреннего верующего сердца. Бог не всегда отвечает на наши молитвы так, как мы этого ожидаем, ибо мы можем просить не о том, что служит нашему наивысшему благу, но в своей безграничной любви и мудрости он даст нам то, в чем мы больше всего нуждаемся. В Слове Божьем говорится о двух противоборствующих силах, которые оказывают влияние на людей в нашем мире и контролируют их. Эти силы постоянно воздействуют на каждого человека. Те, кто руководим Богом и не сопротивляется влиянию небесных ангелов, смогут различить лукавые происки невидимых темных сил. Те, кто желает быть в гармонии с небесными силами, должны усердно исполнять Божью волю. Они не должны уступать ни сатане, ни его ангелам. Но если мы не будем постоянно на страже, то враг победит нас. Хотя торжественное откровение Божьей воли относительно нас было дано всем, все же знание его воли не освобождает от необходимости возносить ему ревностные прошения о помощи. Мы также должны усердно стремиться сотрудничать с ним, чтобы он ответил на возносимые молитвы. Он совершает свои замыслы через людей, используя их в качестве орудий. Исцеляя некоторых больных, Иисус не сразу давал им желаемое благословение, но в случае с проказой просьба об исцелении была исполнена немедленно. Когда мы молимся о получении земных благословений, ответ на нашу молитву может быть дан позже, или же Господь может даровать нам что-либо другое, не то, что мы просим. Но все происходит иначе, когда мы просим об избавлении от греха. Его желание очистить нас от греха, сделать нас своими детьми и дать нам силу жить святой жизнью. Христос отдал Себя самого за наши грехи, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего. Послание к Галатам, 1 глава, 4 стих. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас, а когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы не просили, знаем и то, что получаем просимое от Него. Первое послание Иоанна, 5 глава, 14-15 стихи. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Первое послание Иоанна, 1 глава, 9 стих. Дитя Божье может приступить к престолу благодати не раньше, чем станет подзащитным великого адвоката. При его первом раскаянии и мольбе о прощении Христос берется за его дело и делает его своим, представляя петицию перед Отцом как свою просьбу. Во второй главе первой книги Царств записана молитва, посвященная женщине, которая служила Богу и прославляла Его. Она молилась, «Возрадовалось сердце мое в Господе, вознесся рог мой в Боге моем, широко разверзлись уста мои на врагов моих, ибо я радуюсь о спасении Твоем. Нет столь святого, как Господь, ибо нет другого, кроме Тебя, и нет твердыни, как Бог наш». Благодарение Анны за ответ на ее молитву является уроком для тех, кто в настоящее время получает ответы на свои прошения. Не забываем ли мы славить и благодарить Бога за Его любовь и доброту? Давид провозглашает, «Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое, преклонил ко мне ухо свое, и потому буду призывать его во все дни мои». Псалом 114, 1-2 стихи. Божья благость, выражающаяся в том, что Он слышит молитву и отвечает на нее, возлагает на нас серьезную обязанность благодарить за милости, дарованные нам. Мы должны славить Бога намного больше, чем мы это делаем. Благословения, получаемые в ответ на молитву, нужно сразу распознавать. Следует вести запись о них в нашем дневнике, чтобы, беря его в руки, мы могли вспомнить благость Господа и прославить его святое имя.